Доброе утро! Время близится к шести. Мы выселились из отеля, сели в машину и едем еще южнее. Мы просыпаемся, умываемся, не завтракаем, наливаем кипяточку, чай у нас есть с собой. И купили мы много всяких разных конфеток, поэтому сейчас пока темно, выезжаем на трассу и быстренько едем. А позже, когда выезжают фуры, ищем какую-нибудь кафешку, спокойно садимся, завтракаем и едем дальше в нормальном режиме, не торопясь. Мы выехали на трассу и направляемся в сторону Элисты, это Калмыкия, и доехали до прекрасного какого-то городка с названием Цаца. Цаца. Короче, на самом деле очень клевое утро, просто посмотрите, какой восхитительный закат. Вот, и хочется наслаждаться этим. Мы налили горячего чайку в дорогу, взяли конфеток и едем. Просто потрясающий рассвет, мало машин. Мы проехали где-то километров 500 от Волгограда в сторону юга. И природа очень сильно поменялась. Просто пропали деревья. Осталась одна степь. Ну, как степь-то степь кругом, путь далек лежит. Степь, и буквально там мы одни до горизонта. И дорога вот. И редко проезжающие фуры. Очень интересно, что, допустим, в этих краях меньше видно коров в полях. И стало больше баранов. Видимо, как-то меняется то ли от растительности, от местности. Это зависит то ли от культуры. Ну, в общем, много барашков стало. Ну, и классно. Я обожаю баранину. Поэтому это мой край. И вообще, ребят, хочется сказать, что на машине путешествовать это так круто. Ты можешь остановиться где хочешь. Завернуть в любой поворот. Сфотографироваться в любом месте. И вообще ехать, куда глаза глядят, это какое-то невероятное удовольствие. А я, учитывая, что у нас огромная страна с разными культурами, с разными видами, климатическими поясами, мы едем сейчас третий день, и мы видим постоянно меняющуюся картину перед глазами. Это потрясающе. Всем желаю путешествовать на машине самим за рулем или собирайтесь в компании, берите машину. Это безумно интересно. В общем, мы сейчас подъезжали уже к границе Дагестана. И нас тормознули еще в Калмыкии. Депосы. Показывают мне фотографию, где моя машина пересекает сплошную полосу. В общем, пять тысяч либо лишения. Ну, мне лишаться, говорю, нельзя, прав. Ну, тогда штраф пополам. Приходи с паспортом. Ну, ладно. Ну, в общем, только все, значит, отдал я им две тысячи. Вот так пополам делится. Сказал, нету больше. Все, и подъехали к границе Дагестана. Там полиция с автоматами. Тормознули нас, отправили на регистрацию. То есть они прям записывают, кто въезжает, кто выезжает. Сказали, что это обычное дело. Вот так все как бы серьезно. И все, и мы заехали в Дагестан. Природа, ну, как бы, природой вообще назвать сложно. Мигает машина встречная, видимо, депосы стоят. Природа никакой. Прям пустыня. Степь, пустыня, песчаные бури. Вообще, смотрите, сула пока не на что. Но мы сейчас остановимся, поедим. Потому что время уже обед. И нам еще ехать, там, 300 километров, по-моему, до Махачкалы. Ну и все. И там уже вот все самое интересное начнется. Наверное, там уже и встретимся. Вот это гостеприимство. Приехали, а нам тут випку дали. Просто сидим такие кайфовые, даем за огромным столом. Ну, что, вкусно тебе? Без всяких подводок, без всякого описания. Просто я очень хочу есть. И здесь очень вкусно, но очень горячо. Очень горячо. Ребят, мы проехали за сегодня 850 километров на юг России. И приехали ближе к вечеру в Дагестан. Махачкала, привет! И самое интересное, что пока мы ехали, было все в поле, поле, степь, какие-то пустыни. Но сейчас, вдалеке, мы видим горы Кавказа, которые вот просвечивают сквозь дымку. Офигенно, красиво мы ждали этот рай. Привет, Махачкала! Мы заселились в номер гостиницы «Марказ». Это в самом центре Махачкалы. Давайте посмотрим, что у нас в номере. Туалет, ванна. Слушайте, ну, вполне приличная. Все есть, все как обычно. Мыльно-рыльные принадлежности. Чисто, хорошо, места хватает. Шкаф. Ну, в принципе, у нас вещей много, поэтому да, нам пригодится. Ну и самое интересное, давайте смотреть, что в комнате. Холодос. Холодильник есть. Сейчас загрузим его. Рабочее место. Кровать. Шикарная кровать. Давайте сразу по традиции опробуем ее. Страшно только она какая-то дубовая вся. Ну, давайте. Слушайте, ну, мне кажется, что она все-таки чуть-чуть живая еще, поэтому тест она прошла. Сто процентов. Ну и самое главное, пойдемте смотреть, что у нас на балконе. Ребята, это офигенно. Вы это видите? Это, черт возьми, Каспийское море. Просто севью. Тут, правда, еще видно железную дорогу, рельсы и вокзал Махачкалы. Но это не портит весь вид. Это, наоборот, еще больше атмосферное. Вы видите, видите, да? Вот вокзал. Ну, какой вид сумасшедший. Ну, ладно, пойдемте тогда срываться. И мы идем гулять, смотреть город. Нам посоветовали пару мест. Надо все равно увидеть, что это за Махачкала такая. И завтра утром мы просто рано выезжаем, поэтому у нас совсем мало времени. Пойдемте гулять. В общем, местные нам сказали, что нам надо до моря добраться, перейдя через пути по вокзалу. Ну, вот, собственно, вокзал, электричка. Мы прям прошли сквозь рамку вокзальную, обошли электричку, идем по тропинке и... Опа, отправляется уже. И как нам обещали, мы попадем на море. Ну, что же с ними, да? Катеринбург. Да, ты что? Да. А конкретно? А? А конкретно откуда? Прямо не Катеринбург. Ну, прям не Катеринбург, центр? Да, центр, да. А вы... А, ничего себе. Да, ничего себе. Тут так красиво вообще. Надо было летом, когда ты собираешься. Сейчас еще лучше, все такое яркое, красивое. Если вы в таком море спокойно купаете, мы уже не лезем. Мы тоже не полезем. Счастливо, всего доброго. Ура, у тебя. Вам тоже, всего доброго. Ну, вы сами все слышали. Просто человека из Среднеуральска встретили. Машинист электрички. Ну, бывает же, а? Просто закричал в окно. Эй, сними меня тоже. Нормально. Все, сейчас мы куда-то вот идем, идем, идем. И где-то скоро будет море. Вообще, народ очень какой-то доброжелательный. Пока что очень положительное впечатление. Мы добрались на пляж, на это городской пляж, прямо вот вроде как в центре Махачкалы. Здесь так все мило как-то обустроено. Есть такие вот лежаки, все люди гуляют, все очень по-семейному, но море, море просто сумасшедшее. Во-первых, тут нереально сильный ветер, прям с ног сдувает. Ну, и, соответственно, волны, волны такие, что купаться, наверное, невозможно. Вот. А ветер такой, что прям вот песок задувает во все места. Ну, поэтому погулять, посмотреть самое то. Очень красиво. Нисколько не жалею, что сюда приехали, наоборот. Махачкала, ты супер! Мы сейчас гуляли по городу. Город очень чистый, красивый, уютный. Люди мирно прогуливаются. Мы зашли в парк, встретили полицию. И я у одного из сотрудников спросил, а где можно отведать шашлыка? И он посоветовал нам место, в которое мы сейчас пришли. Ну, это прям ресторан. Нам было даже немножко неловко, что мы в спортивном, мы не готовились. Очень все прилично, очень все красиво. Люди красивые сидят, ужинают. Мне очень хотелось попробовать какого-нибудь местного домашнего вина, потому что дагестанские вины и коньяки, ну, это бренд, прямо скажем. И я сразу заказал два бокала. Одно сухое, одно полусладкое. Но очень интересно попробовать. На самом деле, от Махачкалы какие-то удивительно теплые, приятные впечатления. Сразу же очень классный город. Восхитительный вкус. Когда я увидел в меню Аджахури, я просто не смог пролистать дальше. Ну, конечно же, Аджахури. И венцо. Ребята, я не буду долго говорить, я, пожалуй, начну. Если кто-то тоже ест в этот момент, приятного аппетита. Горячо очень. Поэтому я начну. Дашенька, за Дагестан, за Махачкал. Друзья, доброе утро. Мы сейчас в Махачкале, но, к сожалению, ее покидаем. Но нас сегодня ждут обалденные виды, сумасшедшая культура. Потому что мы через один из самых крупных каньонов, Сулакский каньон, едем в Грозный. Сулакский каньон, едем в Грозный. Друзья, мы в Дагестане, все еще. Это главная его гордость и достопримечательность. Высоко-высоко в горах спрятался Сулакский каньон. Это потрясающее место с невероятной просто природой. Во-первых, сюда очень интересно заезжать по горным серпантинам. А во-вторых, когда заезжаешь, и, казалось бы, уже в абсолютно дикие места, открывается вид потрясающий. На какое-то горное озеро, горные реки, город на горе. Это восхитительно. Тут прямо чувствуется просто максимальная самобытность. У этого места неповторимый характер. Всем рекомендую сюда приехать. А теперь давайте просто посмотрим. К сожалению, ветер очень сильный. Дрон запустить не смогу. Но мы посмотрим это моими глазами. Ну вот, мы решили тут еще прогуляться. На самом деле, тут есть какое-то туристическое место. Всякие сувенирку продают, национальная кухня. Но при этом, при всем, еще есть много места, чтобы просто походить, побродить, погулять. И вот я хотел такой вопрос поднять. Мне всегда было интересно, как здесь люди живут. То есть, добраться сюда, давайте прямо скажем, это проблема. Вообще непросто. Что-то здесь делать, ну не знаю. Чем люди вообще тут живут, зарабатывают. А самое главное, как отсюда уехать. И нужно ли. Короче говоря, очень хотелось бы пообщаться с местными. Но мы просто приехали очень рано. Сейчас вот только-только рассвет был. И, наверное, никого не застанем. Но обязательно спросим об этих местах. Ну и вообще о горной жизни. Может быть, не здешних жителей, но по-любому жителей Кавказа. А теперь давайте просто посмотрим виды еще. Ну и, конечно, просто потрясающе сидеть. На обрыве вот с таким вот видом. И просто смотреть какую-то бездну. Смотрите. Кавказский хребет просто впечатляет. И это только самое начало. Почему начало? Потому что мы начали его изучать с самого востока от Каспийского моря. И двигаемся все западнее. А заканчивается он где-то в Новороссийске. Не знаю, доедем, нет? Но много интересного впереди. Увидим точно. Ну все, мы посетили это волшебное место. Это Сулакский каньон. И, честно говоря, очень хочется есть. Потому что мы до сих пор не завтракали. А выехали мы еще. Было темно. Так как рассвет встречали в этом каньоне. Поэтому сейчас ищем место для волшебного завтрака. И едем в Чечню. А пока смотрите, какие тут виды. Редактор субтитров А.Семкин